Как-то раз, в самый разгар лета, я с друзьями приехал отдохнуть в деревню. Дедушка и бабушка жили в самой глуши Ленинградской области. Однако нам с друзьями эта деревня очень нравилась. По обедам, мы сразу просились гулять. Нас строго попросили далеко не уходить, но мы, конечно же, умотали прямо в лес. И сразу поняли, что не ошиблись, ведь очень скоро мы нашли старые заброшенные железнодорожные рельсы. Интересно, куда они ведут? Какие-то тут рельсы кривые, да? Странно. А вы не думаете, что уже слишком поздно, а? Может, в деревню вернёмся? А то как-то маленько мрачновато становится. Это я-то ссыкую? Кать, ты не подумай, ну вот прикинь. А если медведь на нас выйдет, а? Что, уже будет не смешно вообще? Да и тем более, кто-то может и пострашнее медведей выйти. Так, эээ, чё? Доски какие-то? Давайте посмотрим, даже мне интересно стало. Хе, стоп, 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 подождите. Там что, тупик? Эээ, а солнце просвечивало? Странно. Казалось, что дорога идёт ещё далеко. Блин, ну вот, шли-шли, пришли в тупик. И что, самое-то необычное. Как тут поезда-то ездили, непонятно. Они приезжали, чтобы встать в тупике? Эээ, а ладно. Ээ, пофиг. Так, всё, ребят, ну пойдёмте в деревню, а? А то, конечно, не вы же, внуки, не вас ругать будут. Идёмте, идёмте. Блин, я же говорил, надо было раньше домой собираться. Всё, стемнело уже. А мы даже не нашли места, где мы из леса вышли. Так, давайте, ищем, ищем. Ээ, стоп. Эээ, мне кажется, или рельсы вибрируют? Послушайте, послушайте. Так. Реально. Как будто поезд едет. Что? А-а-а, уходим, уходим! Так, уходи, уходи, стрелять! А-а-а! Это что вообще такое? Ребята, какого хрена? Ржавый поезд? Как, там же тупик! Так, не нравится мне это, сваливаем, сваливаем. Всё, вот так, прямо здесь бежим. Давайте, давайте, как-нибудь, да выбежим из леса. Охренеть, ребята, что произошло вообще? О-о-о-о, он за нами не едет, нет? Хотя тут вроде рельсов нету. Капец, поезд призрак. Да вы не паникуйте. Скоро добежим. Да, всё, там уже деревня. Охренеть, охренеть. Охренеть! Блин, я до сих пор не отошёл. Сколько уже пробежал до сих пор. Такая мысль, как будто он за мной гонится сквозь этот лес. Не, ну а что, если он по ржавым рельсам заброшенным может ездить? А через лесу не может, что ли? А кто его знает? Бабушка, бабушка! Блин, там в лесу поезд призрак, представляешь? Нас чуть не сбил. Охренеть. Что? Поезд призрак. Такой ржавый, огромный. Мы же тебе все говорим. Мы что, все, что ли, будем врать? Серьёзно? По старым рельсам. Такой поезд ржавый. Ржавый. Тортик просрочен. Что? Ты что, думаешь, что я, это, под галлюцинациями, что ли? Бабушка, ну как так можно родному внуку не верить? Пойдёмте к деду. Дед точно поверит, по-любому. Дедушка, вот. А вдруг он что-нибудь расскажет, а? Он, у него на любую ситуацию есть какая-то история. Так, так, так. Дед, дед, дед! Дедушка! Дедушка, это мы! Охренеть, сейчас обалдеет. Дед, ты сейчас обалдеешь. Пойдём в комнату. Мы видели пояс призрак. Ребят, ну подтвердите, ну правда же. Бабушка нам не верит, но мы тебе отвечаем. Огромный ржавый пояс с такими жуткими оранжевыми фонарями. Да. Там, мы дошли, там тупик, а он оттуда выехал как-то. Одну историю? Отлично, пойдём. Вот это уже интересно. Офигеть, ребята. Сейчас дед будет рассказывать историю нам. Слушайте внимательно, он историю рассказывает ого-го. Так, ну, дед, давай, начинай. Так вот, детишки, слушайте. Было это очень-очень давно, но день этот я запомнил. На дворе было 6 июня 1966. Тогда деревушка наша была понаселённее. То этот день мы с моим старшим братом... Дедушка, у тебя был брат? Нюкем, не перебивай. Так вот, мы с моим старшим братом решили поехать в город на праздник. А вместе с нами ещё половина деревни. Мы отправились на перрон. А я тебе не сказал, Нюкем? Раньше у нас была прекрасная железная станция. В то время к ней шла прямая дорога через лес. Сейчас она, конечно, заросла. Ох, а видели бы вы наши красивые поезда? Они были особенными, не работавшими на бесконтактной сети от аккумуляторов. Поезда на аккумуляторах? Что за глупость, дедушка? Ты чё несёшь? Так и было. Такие ходили. Только в нашей деревне. На весь Советский Союз. Так вот, мы с моим братом сели в поезд и начали занимать места. Билеты, разумеется, у нас были. И тут ни с того ни с сего весь поезд завалокло каким-то дымом. Он взялся не пойми откуда и быстро заполонил вагоны. В детстве я болел астмой, и у меня начался жуткий кашель. Дым быстро развеялся, но кашель не отступал. Я не мог перестать кашлять, и в скором времени ко мне подошёл кондуктор и попросил покинуть вагон. Я ему сказал, что кашель скоро пройдёт, и это всего лишь астма. Но он мне не поверил и заставил покинуть вагон. А мой брат отправился один. Я был очень расстроен, но что я мог поделать? Я отправился в деревню домой. Представьте, дети, я полгода ждал, чтобы уехать на поезде повидать город, а он уехал без меня. Однако я даже не предполагал, насколько мне тогда повезло. И вот иду я тропинкой домой, и тот услышал, будто бы тысячи криков слились в один. Я убежал. Мне до сих пор за это стыдно. И к вечеру никто из присутствующих в поезде домой не вернулись. И мой брат в том числе. На утро к нам пришла полиция и сообщила жуткую новость. По их словам, поезд сошёл с рельс. Но никакого тела полиция так и не выдала. Да и в газетах об этом ничего не написали. А через какое-то время закрыли и саму станцию. Вот так, ребятишки, я и остался без брата. Зато в тот же день познакомился с твоей бабкой. Так, а к чему я вам это рассказывал? Да, да, дедушка, ты не переживай. Всё нормально, это ты нам просто так решил рассказать. Всё, дед, мы пойдём погуляем, ладно? Ребят, пойдём. Охренеть. Я просто решил его не расстраивать. Сюда, 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 сюда. Ребята, мне кажется, мы видели тот самый поезд. Кто согласен? Кто согласен? Ну, тот, который исчез в тот день. Согласны? Так, где бабка? Бабки нету? Пойдёмте, пойдёмте, пойдёмте. А то она эту идею точно не одобрит. Ребята, слушайте меня. Я предлагаю пойти и узнать, куда они исчезли. И, может быть, даже узнаем, что случилось с братом моего дедушки. Охренеть. Я никогда не знал, что у меня был второй дед. Офигеть. Так, только с чего мы тогда начнём? Да не бойся. Вот сейчас ты боишься. Ага. А ещё меня ссыкно обзывал. Короче, мне кажется, надо прямо пойти и найти ту самую станцию. А? Если она всё ещё там есть. Хотя, куда она денется? Так, кажется, дедушка говорил про какую-то тропинку через лес. Хм, наверное, надо идти отсюда. Так, ну, судя по рассказу деда, эта тропинка была где-то на выходе из... Так вот же она, смотрите. Только взросла вся. Ну, неудивительно. Спустя сколько там лет? 66-й год. Получается почти, что 60 лет. Обалдеть. Так, и тропинка уходит прямо в чащу леса. Ну, ладно. Вроде как солнце светит. Солнце ещё высоко. Не так страшно. Но, ребята, какой-нибудь фонарик есть? И ещё топор нужен будет. Так, чтобы прорубаться. И у деда взял? Ну, блин. А кто тебе разрешал, а? Ладно, молодец, что взял. Пойдёмте. Так, охренеть. Просто... На лево или направо. Видимо, это была одна такая большая тропинка. Обалдеть. Ну, ладно, ребята. Я думаю, минут 20 и дойдём до станции. Да сколько уже можно? Что? Смотрите, там что-то есть. Смотрите. Что-то бетонное. Забор. Ого. Ребята, та самая станция. Обалдеть. Её реально, походу, законсервировали. Колючку поставили, решётку. Так, и как нам туда попасть? Стоп, может, по рельсам? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Реально. Так. О, это, походу, те самые. Хотя, откуда мне знать? Так, так, так. И нафига тогда этот забор? Странные какие-то. Хотя, может, тут тоже что-то было, только сгнило. Ну, быть может. Вау. Колонны скоро. А тут, кстати, не опасно ходить, а? А то сейчас всё-то свалится нам на голову. Давайте осторожней, ладно? Как-нибудь ближе к кассам. Если это кассы. Так, решётки. А, вон там стёкла, только разбиты уже. Ну, тут вроде как ничего, да? А как ты зашёл? Что? Как ты зашёл? Опа. Прикиньте, да, тут билеты продавали. Так, граждане, проходим. Билетики покупаем, покупаем. Чё это вы без билетиков, а? Да ладно, прикалываюсь, пойдёмте. Тут по-любому ничего нету. Так, реально стрёмно. Вот такие колонны мощные. Да и кто их тут? Гриса. Хе-хе. Как говорится. 9 из 10 стоматологов рекомендуют чистить зубы. Так, получается тут 2 кассы и... Так, а тут у нас... О, ящик. Так, ломаем стекло. И здесь смотрим внутрь. Так, ничего интересного. Всякий мусор. Опа. Глядите. Там какая-то щель. Так, так. Давай с топором. Ну-ка, подвинь-ка. Ого. Проход. Кто самый см... Я самый смелый. Спускаемся. Давайте. Да не мешайся, Катя. Я самый смелый. Ну, блин, куда ты полез вперёд меня? Ё-моё. Тойная комната. Ну-ка, с фонариком включай давай. Включай, включай. Опа-на. Вот это да. Мы нашли почти что бункер. Так. А это что? Карта какая-то. Так, надо её правильно повернуть. Так. Оп. Интересно. Ага. Посёлок Красная Горка. А, это деревня моего дедушки. И станция. Это, получается, мы находимся здесь. А вон там вот... Судя по всему, тот поворот. И какой-то заворот на чего... Вы можете понять, что там написано? Вот здесь. Вон там, где порвано. Что-то НИ... Да не толкайся ты. НИ... Что ещё за НИ? Короче, ребята, мне кажется, нам надо дойти до туда и сходить вот в это НИ. А? Кто со мной? Или вы НИ-НИ? Максим, Рома, Лёха. Катя. Ну давай, Катя. Ну давай. Давайте, ребят, попросим Катю. Ну давай. Мы тебя не можем одну оставить. Давай, за компанию. Ну. Отлично. Погнали. Вот чёрт. Чё-то так увлеклись, да, что даже не заметили. Ну, Катя, блин. Ну, подумаешь, а то сейчас узнаем, что... Стоп, подождите. Я помню, тут тупик. И, судя по карте... Да-да, мы прошли этот поворот, и получается здесь всё правильно. Заворот направо, как по карте и должно быть. Только на карте рельсы идут ещё и прямо. Да вы же помните, мы же тут ходили. Рельсы туда шли. Какого хрена они заворачивают куда-то в кусты? Стоп. Или не в кусты? Ну-ка, кто там с фонариком? Катя, не отставай. Что? Какой-то тоннель? Э-э-э... Откуда в кустах тоннель? Ладно, пойдёмте. Чё-то даже интересно, хотя маленько страшновато, да? Это поезд, бежим, бежим, бежим! Ух, еле умотали, блин. Хорошо догадались в бок рвануть, да, а не по рельсам. Только... Стоп, а где сам поезд-то? Он же вроде был в туннеле. Ребята, давайте сходим, посмотрим. Просто, если что, вбок отскочим, и всё. Ну да, э-э... Да ладно тебе. Так, да пойдёмте, пойдёмте. О, смотрите! Вон там фонарь светится. Настоящий поезд! Призрак! Вау! Стоит... Что? Куда он поехал? Чего? Уехал в туннель? Он нас что, боится что ли? Ха-ха! Так, ребят, смотрите. Видите, туннель довольно широкий. Если что, можно просто отскочить вбок, вот так вжаться в стену, и он проедет мимо. Если он решит нас задавить. Но мне кажется, мы должны дойти до конца и узнать всю правду. Ну что, кто со мной? Давайте, кто со мной? Так, ага. Так, так, Влад со мной, Макс со мной. Лёх, ты чё? Ты чё, нас бросишь, что ли? Ха! Да тебе страшнее будет одному оставаться, чем с нами идти. Ой, ну и секунду. Ну и ажди нас тогда здесь. Катя, давай у тебя фонарик, ты будешь всё освещать. А вот всякие лёхи пусть там завидуют. Ага, долго-недолго. Сколько понадобится, столько и будем. Кать, по рельсам-то не иди, иди сбоку. Да, аккуратно. Что? Что? О, посвяти-ка вон туда в конец. Тупик? Опять? Да какого? Ну офигеть. Тоннель просто заложен кирпичом. Вот это да. Как он сюда приехал-то, я не понимаю. А, ну да, блин. Поезд-призрак. Чё мы хотели? Чё, получается, опять мы останемся в пару метров от разгадки. Ох, ладно. Ребята, не всё потеряно. В конце концов, мы нашли секретный туннель. Это тоже хоть что-то. А, поэтому давайте просто мы завтра сюда утром придём. С нормальными фонарями там. С Лёхой. А пока пойдёмте, а то он там от страха сейчас помрёт без нас. Идёмте, идёмте. Ничего, всё нормально. Главное, что мы живы. Мы нашли супертоннель. И мы узнали, что этот поезд может быть нематериальным. Вот это да. Лёха, всё, выходи. Мы возвращаемся. Эй. Лёха. Лёха, не смешно, блин. Лёха. Хорош прикалываться, блин. Ты что, самый главный трус? Чё на стол... Ой. Ты чё туда залез? Что? Шахта? Где? Ого. Реально. Лёха, ну красава. Есть у тебя какая-то польза. Так, 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 решётка ржавая, конечно, но это всё-таки решётка. Так, секундочку, дайте-ка я залезу. Вот сейчас подставлю пенёк. Опа. Смотрите! Она вон куда-то уходит вниз. О-о-о-о. Залезем туда, попадём на ту сторону туннеля. Так, только здесь не пролезть. Слушайте, а решётка всё-таки старая, может, получится её выломать, а? Так, сейчас, может, тут можно подкопать. Да, она шатается! Ну-ка, давайте, ребята. Ну-ка. И-и-и, взяли. Так, и-и-и, взяли. И-и-и, взяли! О! Отлично! Так, только она туда провалилась, осторожно. О, тут не особо глубоко. Так, ну давайте, кто первый, кто самый смелый? Опять не я! Я же самый смелый! Куда вы вперед лезете, а? Так, и где же мы оказались? Катя, ты первый, у тебя фонарик. Катя, давай. Что? Отверстие... А-а-а! Это... Я их видел! Это же туннель, смотрите! Вентиляционная шахта идёт сбоку. Странно. Ну ладно, я, в принципе, в туннелях не разбираюсь, в шахтах тоже. Главное, что она идёт дальше. Хоть бы за стену, хоть бы за стену, хоть бы за стену. Так, проходит сюда. Сюда, сюда. Так, там уже стена, да? Ух ты! Да, реально! Мы на той стороне! Ну чё там? Куда без меня убежали? Так, наверх, а там... Что? Люк? А-а-а! А-а-а! Офигеть! Вы куда? Ладно, Катя, давайте с нами. Давайте с нами. Давай, Макс, давай. И, как говорится, я вас поздравляю. Теперь у нас нет другого выхода, кроме как найти выход настоящий. Потому что сюда мы обратно не заберёмся. Так. Только... Ребята, ко мне, ко мне, ко мне! Давайте только договоримся тихо, ладно? А то, мало ли чё. Если существует поезд-призрак, а то, вот, кто его знает, чё тут ещё водится? Ходим, шёптом разговариваем, ладно? Так, это чё-то советское. Плакаты такие. Катя, сюда! Катя, можешь мне подожди, пожалуйста, фонарик дать? У тебя есть ещё один? Компы? В Советском Союзе были компы? Ага, спасибо. Вот это да! Не ожидал. Какие-то приборы. Так, ящики. Пусты. Идёмте дальше. Генераторы какие-то. Так, а здесь что? Так, какой-то склад. Лучше не лезть туда, не лезть. Мало ли чё-то радиоактивное. Выходим, выходим. У нас с собой этого дозиметра нету. Так, здесь какой-то... Сюда, сюда, все сюда, все сюда! Что там? Вы видите? Что там такое за стеклом? Блин, всё мутное, нихрена не видно. Что? Вообще не разобрать. Ладно. Ну, это нас как бы воодушевляет, да? Раз есть какое-то помещение там, значит, мы можем туда залезть. Значит, не придётся умирать в коридоре. Ещё компы, какая-то лаборатория. Так, ну что встал? Давай, давай, пойдём. Ну вот, да. О, господи! Что? Скелеты? Блин, тут, смотрите, сквозняк какой-то. Они прямо по сквознякам покачиваются. Ой, ё-моё, как-то жутковато, да? Откуда дует-то? Так, а чё это такое? Толчки. Блин, прикиньте, помирить только в туалете. И смотрите! За ними какие-то дырки... В них стреляли... Их расстреляли, ребят! Ребят, их расстреляли! Какой бздец! Расстреляли прямо в туалете! А за что? Странно. Так, ладно, идёмте дальше. Так, что... Стоп, стоп, стоп! Ваша лампа, товарищ инженер. Ээээ... Спасибо, товарищ шахтёр. У меня фонарик свой. Так, какие-то ворота. Гермодвери. Так, а здесь? Господи, это что вообще? Блин, где мы оказались? Что такое? Что вы зовёте меня? Влад, чё ты... Чего? Нашёл что-то? Ух ты! Чертежи! Какие-то... Муфты. Штуцера. Что это? Прокладки. Блин, а что это такое? Ребята, похоже на какой-то реактор. Смотрите, огромный просто. Обалдеть! А давайте попробуем запустить какой-нибудь комп, а? А вдруг получится? Так, давайте ищем какой-нибудь рабочий. Ну вот тут рычаги есть. Подёргайте, пожалуйста. Всё, не, не получается. Так, а давайте попробуем... О, запустился! Давайте попробуем полазить по компьютеру. Отойди, Влад, отойди, не ломай. Так, сейчас. Пуск. Так, запись пошла. 65-й год, июль. Ну шо, Валерий Абрамович, все учёные ныне и в сборе будем проводить важный эксперимент. Потом внукам показывать будешь. Так, ну что, внучата. Так, ну что, внучата, ну, смотрите. Это наш легендарный прототип R2-MV-901. Наша гордость и наше настояние. Ну давай, Сергей Петрович, похвастайся своим ресивером. Ой, Михаил Павлович, да хватит занудствовать. Никакой КГБшник эту запись не увидит. Что они? Нас под расстрел пусть. Да не выдумывай, Дмитрий Иванович. А кто же у меня в компьютере дарыться будет? Это ж КГБшники, они ж тупые. Они даже слова такого не знают. Ты лучше похвастайся своими бойлерами и ресиверами. Они, конечно, знатно дымят, но мы под обшивку это все спрячем. И никто от обычного поезда не отличит. Так, ну, коллеги, мы сделали целый прорыв в железнодорожной инженерии. Ну, давайте сфотографируемся на память, что ли? Так, давайте кучнее, кучнее. Из КГБшников это точно никто не увидит. А вот внукам покажем и гордиться нами будут. Ты, ты чего? О, ты так не говори. Ты смотри на... Действительно-то... О, не-не-не, плохая была идея все подряд снимать. Так, как тут выключить? Охренеть! 65-й год! Это, получается, за годы катастрофы! И вы видели, да? Они обвешали весь поезд какой-то аппаратурой там. Что они его затенговали? Диск? Ну-ка, давай сюда. Давай сюда. И, ребята, вы поняли, почему они так резко оборвали запись? Чего они испугались? Сейчас я пока новый диск вставлю. Так, куда-то... Посвети, пожалуйста. Куда-то вот сюда. Вот, вставил. Так, ребята, давайте. Смотрим. Запись для протокола. Майор Иван Женка. 1966-й, 7-й июля. Ну что, товарищи ученые, за измену Родины, за особо халатное отношение к особо секретному оружию Советского Союза, вы приговариваетесь к большим мерам наказания. Наряд, готовься. Пуцарься. Огонь! Охренеть! Их расстреляли! Так вот откуда те дырки. Теперь мы в этом убедились. Я так и не понял, за что. Чего они там испортили? Что, что, что они там изменили? Измена Родине? Что это вообще значит? Так, ребята, все, надо выбираться отсюда. Что-то мне все страшнее и страшнее. Что за место вообще? А, ну они сказали, что это какое-то НИИ. А, вот что за НИИ там было. Там просто буквы не хватало. Так, мы сюда, да, не ходили еще. Заброшены какие-то бункеры. А здесь все заброшено. Странно, очень странно. Дверь. Так, я открываю, вы настороже. Раз, два, три. Что? Ребят, мне кажется, она просто зажавела. Надо как можно сильнее толкнуть, и тогда она откроется. Давайте. Раз, два, три. Навалились, давайте, давайте, давайте. Опа. О, отлично. Что? Поезд? Вы слышите? Ё-моё. Дайте руку, дайте руку. Охренеть. Он работает. Что вообще происходит? Он что, нас что ли ждал? Какая-то платформа. Что? Стоп, стоп, стоп. Там никого нет, ребята. Там никого нету. Какого хрена? Ну ладно, это похоже на приглашение. Давайте зайдем. Обалдеть. Все такое ржавое. Капец. Это так странно. Тут все такое старое, забрёжное. Что? Товарищи пассажиры, просьба занять свои места. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Опа, кто со мной? Осторожно, двери закрываются Следующая остановка 1964 год Что? Какой год? Люди? Что? Ребята, все живы? Вроде все живы Офигеть, все такое новое Здрасте А, мы просто отходили в табор воздухом подышать Мы вот в туннеле темноты боимся Да, такое дело Боимся темноты Слушайте, а вы не подскажете, какой сейчас год? Ну, вот сейчас, какой Ну, какой в смысле год? Мы с ребятами поспорили Возможно, у нас тут календарик врет Просто скажите, пожалуйста, год 1966 Я это просто радуюсь Да, радуюсь, что выиграл в споре Да Что выиграл Да, да, все нормально Все нормально Лебяжье Следующая остановка Красная горка Лебяжье? Интересно, что это за станция такая? А, это же неподалеку совсем Так, что? Кто это? О, блин Ребята, это кондукторы Ё-моё Так, прячемся, прячемся Пригнись, блин, пригнись Ёшки-макарёшки Что? Ё-моё, насколько Так, ребята, все, выходим, выходим, выходим А вот мы тут и выходим Да, Лебяжье, наша станция Отлично Так, все, сваливаем Сейчас еще метов вызовет Быстрее, быстрее, быстрее Сюда, под платформу Давайте, давайте, давайте Быстрее Блин, уже два часа прошло Какого хрена им понадобилось Сцеплять вагоны Именно на этой станции? Хотя, может, такая специальная станция Ладно, сейчас они закончат И мы по-быстренькому заскочим О, слушай Бежим, бежим, бежим Быстрее, быстрее, быстрее Вон, дверь открыта Так, что? Дяденька, ну, пожалуйста Пустите Нам одну станцию приехать Что? Ну, пожалуйста Ё-моё Ладно, ладно Мы поняли Сваливаем сейчас Реально, ведь ментов вызовет Все, сейчас маленько подождем Может, я еще приедет Там мы заскочим тоже Ох, блин Ё-моё Ну, просто вот взял и уехал А вот что такой вредный Какой-то там контролер, а? Ай, ладно Я Солнце еще высоко Успеем еще, ладно? Так, все Пойдемте Блин, зараза Ну, почему так не везет-то, блин? И что нам теперь делать? Хотя Я же Я помню, да Лебяжье Это недалеко от Красной Горки Ой, что вы тут все такие злые-то? Все, идемте отсюда Что ты меня-то бьешь? Я что, виноват, что ли? Ё-моё Так, сейчас дойдем до Красной Горки Там бабушки и дедушка нам помогут Ну, вот опять, блин Уже близко к ночи И мы идем по железной дороге Ладно, хотя бы теперь она не ржавая Такая довольно-таки новая Но только Слушайте, я больше не буду Ой Ну Слушай, блин А что нам еще делать? Ну, Советский Союз, да На всяком случае В той деревне живет мой дедушка Это сто процентов Прикинь, да Мы придем И таки мы сможем Все ему объяснить И он нам поверит Потому что мы все о нем знаем Хотя А может не все? Нет, ну во всяком случае Что-то мы знаем И Ну А другие Какие у вас вот варианты есть? Вы такие умные, блин Ну, давайте предлагайте Я слушаю Что? Поезд искать? Ха Мы его нашли Нас с него высадили уже Все, пойдемте, ребята Только не нойте, пожалуйста Надо дойти Пока не смир Пока не потемнело Офигеть Советский Союз Нафиг Так Надеюсь Только в КГБ не попадемся Да Ура Дошли Ура Деревня Наконец-то А вы не верили Вот, пожалуйста Нифига Такое все Целое Этот же дом сгоревший был Помните? А тут нормальный И люди такие молодые, да И так одеты странно Здрасте Здрасте А мы просто Тут маленько Заплутали Понимаете? Мы к бабушке С дедушкой Ехали, да А они, видимо Еще не доехали Вот мы, типа, первые О, тоже только что приехали? А, одежда Это мы просто с города Да, там такая мода В общем, новая К родственникам Ну, замечательно Замечательно Мы вам завидуем Потому что Нам, походу Видимо, придется Под открытым небом Ночевать Ну, ничего Мы городские Не такие нежные Как про нас говорят Ну, да вот так Где-нибудь Под деревом Может, на траве Ляжем Да ладно Да что? Да не надо нам помогать Нет, нет, нет Не надо Не надо Не надо Все Мы как-нибудь сами Мы как-нибудь сами Охренеть Охренеть Просто пипец Что? Ку-ку А, блин Вы же не поняли Ребята Я ее узнал Это моя бабушка Это моя бабушка Прикиньте Это, видимо, про бабушка Я по голосу И по лицу узнал Обалдеть Обалдеть Жесть Как бы Ну, что я так удивляюсь Мы не должны Вмешиваться Ребята Вы что, в фильмы Что ли не смотрели? Помните все эти фильмы Про путешествия во времени? Если мы влезем Если мы влезем Слушай, Влад Мы можем что-нибудь испортить И будущего вообще не будет Ты что, не догоняешь, что ли? Мы должны просто свалить отсюда Да, временной Правильно, Максим Временной парадокс О, Алёх Ну ты, как всегда, самый нежный Хотя Слушайте Слушайте А если мы просто Не будем палиться Просто прикинемся Городскими дурачками И ничего не будем рассказывать То да Думаю, ничего не случится Да ведь? Да, только Блин, как-то неудобно К ним снова идти Напрашиваться Ой Идут сюда Мы стесня... Ну Вообще-то да Маленько стесняемся У вас тут все так по-другому Правда? Накормите? Обалдеть! Мы такие голодные Готовы корову съесть Спасибо Ладно Мы сейчас вам Мы сейчас догоним вас Просто маленько Да, все Сейчас догоним Блин Хоть бы не узнала Хотя как она меня узнает? Хорошо, хотя бы они нам поверили Да? Про городских Видимо, сами в городе не были Так, ребята Поняли? Просто ничего не рассказываем Телефоны, гаджеты не палим Все, пойдемте Обалдеть! Обалдеть! Советский Союз! Мать его! Зану! Ой! Ну, яма Видимо, это идет в комплекте С Советским Союзом Ну, ребята Я, прикиньте Думал, что тут все будет черно-белое И неужели тут все такие добрые? И все такое новое? Кроме дорог, конечно Так, что? Они живут Ух ты! Смотрите, смотрите! Это дом деда! Смотрите, какой новый! Офигеть! Он совсем иначе выглядит Так, а кто это там такие? Здрасте, вы наша новая соседка? Что? Что? Да ладно! Да ну нафиг! Это мой дед! А это, видимо, мой двоюродный дед! Охренеть! А ты, девочка, была в городе? Нет, не была Я не городская, а деревецкая А почему вы не были в городе? Что-то он все про город-то спрашивает Братик, хватит людей вопросиком доставать А у вас родственники были в городе? Все, что-то про город спрашивает мой дед Странный какой-то он Такой молодой Я просто завтра в город еду С братом пристав... Что? Извините, а какое сегодня число? Какое сегодня число? Не подскажете? Привет, привет! Я Никита, это мои друзья Пятое июня? О, господи! Ребят, на пару слов, на пару слов! Охренеть! Вы поняли? Блин, завтра все случится! Завтра мой дед Двоюродный дед погибнет! Ну, эта фигня с поездом случится! Так, ребята, мы должны все это предотвратить! Только как? Так, вот это мы должны точно вмешаться! Только как? Блин! Ладно, в общем, это случится завтра Еще ночь Я пипец какой сонный За ночь все придумаем Хорошо, утром все замутим, ладно? А сейчас просто ведем себя Как будто ни в чем не бывало Все, пойдемте, а то это невежливо Офигеть, мы забыли! Скоро день рождения, мои бабушки! Че? Эээ, ты че так ругаешь-то? Ты такие вещи не говори! Какой грубый! Мы же... Мы же гости! Вот, брата, послушай лучше! Офигеть! Какой-то он такой шебутной, да? Этот маленький Ну, он на самом деле нормальный Он на самом деле нормальный Который помладше такой болтун Ну да, у него не отнять А вот его брат красавец А, не-не-не-не! Он, когда подрастет, он получше станет! Это по-любому! Он тебе еще понравится, да! Ого! Это ваш дом? А, ну это... Это я так... Не обращай внимания! Мои глупые советы! Я все... Я не лезу, не лезу, не мое дело! Так... Ого! Офигеть! У вас такая лампочка старомодная! Самые новые лампочки? А, да-да-да! Я просто имею в виду, что у нас там в городе Чуть поновее есть! Но это тоже такая... Он надежный очень, наверное, да! Наверное! Прикольно выглядит! Ух ты! У вас тут еще камин! Вау! Круто! Ковер такой новый! А где вы такие... А, да! Ну, разумеется! Такой новый ковер! Думаю, сейчас достать легко! Прикольно! Слушайте, ну я в восторге, блин! Такое освещение классное! О, а это что за люк такой? А можете сказать? Вот этот люк, это куда? Что? По... Погреб! А-а-а! Да! А у вас холодильника, видимо, нету еще! Ну, это такая штука, а потом объясню! Спасибо вам огромное, блин! Вы нас просто так вот приняли! Незнакомых детей! Ну, вы просто золотые люди! Что будет покушать? У нас просто вот осталась булочка, прикиньте, яблочко да котлета! А-а-а! Прямо оттуда? Прямо из этого люка? Здорово! А ты иди проводи их! А, типа, где мы будем спать? Круто! Пойдемте! 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 Их еще второй этаж есть! Вау! Вау! Класс! Здесь? Ну-ка, дайте я попробую! Ух ты! Нифигасе! Тут нормальное место! Мы поместимся! Только, эээ, слушай! Как бы, так, так, такая вот ерунда, что с нами же Катя, да? Видишь, она девочка! Ей, наверное, будет некомфортно тут с нами ночевать! Катя может со мной внизу спать! А-а-а! Хорошо! Хорошо! Прикольно! Блин! Так, ребята, чурь! Я на кровати! Я на кровати! Так, закрываемся! Закрываемся! Так, ну что делать-то будем, а? Сразу спать? Блин! Ну ладно, я тоже уже засыпаю на ходу! Хорошо, ну только прямо утром рано-рано встаем, поняли? Чтобы мы заранее успели уйти! Так, хорошо-хорошо-хорошо! Все! Так, если что, Леха, я забил вот на кровати! Все, это до моей бабушки, поэтому я буду спать вот здесь вот! Так, и идемте! Ой, да ладно тебе ничего! Один день потерпишь! Все, ребята, пойдемте покушаем! Офигеть! Прикиньте, вот это поворот! Ладно, все, сейчас покушаем и спать! Только надо лечь спать пораньше, ребята! Давайте, не засиживаемся! Обалдеть! Борщ! Ни хрена себе! Ну вы просто мастериста! Так, ну что? А мне? Ладно, на полу поем! Блин, Макс, вырубай! Макс, вырубай быстрее! Ты что, Макс? Ты! Ух, капец, чуть не спалил нас! Ладно, хоть молодец, рентон вырубил! Так, ребята, тихо! Тихо, тихо! Вырубаем свет! Уже утро, отлично! Спускаемся вниз, будем Катю! Тихо, только не палимся! Ух, Макс, если бы наш телефон спалили, все, пиши пропало! Так, аккуратно, аккуратно! Осторожно, ступеньки скрипят, Макс! Катя! Катюха! Рома, отойди, да, я открою по-тихому! Так, аккуратно! И... Опа! Катя! Катя! Вставай, блин, Катя, давай! Давай, тихо! Все, пора, уходим! Уходим! Аккуратно, аккуратно! Ух, давайте, быстрее! Быстрее, быстрее, быстрее! Все, аккуратно! Так, 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 толстый! На выход! Так, вот, хотя бы яблочко оставлю! Спасибо вам огромное, спасибо огромное! Закрываем! Ух, успели! Отлично! Никого не разбудили? Замечательно! Все спят, дрыхнут! Ну, деревня, что с них взять? Ладно, ребята, быстрее, быстрее! Надо успеть на станцию! Давайте, погнали! Ребята, прикиньте, как домой-то вернемся! Нам же никто верить-то не будет! Ах, а мы и рассказывать не будем! Офигеть, давно я так быстро не бегал! Ну, смотрите, вроде успеваем! Хотя уже, блин, свело! О, вон, смотрите, впереди станция! Отлично, успели! Так, только не палимся! Не выглядываем, осторожно, по забору! Так, ребята, лишний раз не палимся! Действуем аккуратно и незаметно! Только, блин, мы так и не придумали! Что делать-то, а? Ладно, сейчас на месте все придумаем! Ой, смотрите, кто-то там стоит! Это же мой женицы! Так, они там что-то болтают, смотри! Так, ты на подзарядку поставил! Ты же говорил, сам поставишь! Ты чего тут? Иди быстро ставь! Да, хорошо, что ты паникуешь! Только с мощностью не перестарайся, а то опять задымится! Это все будет нормально! Ребята! До меня дошло! До меня дош... Ой-ей! Сюда, сюда, сюда! Быстрее! Назад! Назад! Там этот злой контролер! Осторожно! Сюда давайте! Блин, вы поняли? Диджи рассказывал, что поезда тут бесконтактные, на аккумуляторах! Получается, они не успели его зарядить! Так, назад, назад, назад! Он сейчас палит нас! Сюда, сюда! Так, сюда, быстрее! Давайте! Так, они пошли ставить его на подзарядку! А что, если мы эту зарядку отключим? Тогда они никуда и не поедут! Замечательно! Так, все, он ушел! Пошлите, пошлите! Куда тут мужик побежал? Второй, который машинист, поменьше! Так, сюда! Куда? Тихо, тихо, тихо! Так... Блин! Все, ушел! Все, быстрее! Только не палимся, не палимся! Так, все, дальше! Нам получается... Так, провода! По проводам идем! Провода идут сюда! Смотрите! Вот тут какие-то, видите, решетки! Они, видимо, и позаряжают аккумуляторы! Бесконтактный способ в СССР! Нифига себе инновации! Быстрее, быстрее! А то они сказали, что скоро посадка уже! О, вон там эта будка! Осторожней надо быть! Так, плотно закрыты двери, можно идти! Блин, он закрыл двери! Ко-кому я удивляюсь? Разумеется! Давайте, может как-нибудь получится! Так, а давай... Вон там рубильники! Доберемся туда, считайте, что дело в шляпе! Давайте через крышу! Через крышу! По дереву! Точно! По дереву! Так, забираемся! Это мы умеем! Это мы умеем! Отлично! Только проводов не касайтесь! Не касайтесь! Отойди от проводов! Отойдите от проводов! Там напряжение бешеное по-любому! Так, ну отлично! Замечательно! Давайте вместе! Ну-ка, Ромка, давай, поднажмем! И раз! Опа! Нифига себе, блин! Хорошо, видимо, смазывают! Так, ребята, я сам туда слезу, вы останетесь здесь! Потому что мало ли что, я там дверь не смогу открыть! Потом вы меня поднимете! Так, аккуратно, сейчас схвачусь и... Опа! Блин, долбанулся! Эх, больно-то как! Так, куда? Отойди, сейчас тоже упадешь! Так, так, так... А! Тут можно открыть! Все нормально! Так, все, вырубаем все рубильники! Опа! Опа! И последний получается! И три! Все! Слышали? Да, хорошо, уходим, уходим, уходим! Пока не прибежали обратно! Так... Можно закрыть? О, захлопнул! Так, сейчас надо спрятаться, чтобы все... Слушать, что они скажут! Давайте сюда, куда-нибудь за платформу! Быстрее, быстрее, быстрее! Нормально мы тут так спрятались, да? Высоко, все видно! Так, Катя, не пались, не пались! Слишком близко сидишь! Что-то мне кажется, они там ругаются, да? Хе-хе-хе! И столько людей пришло! Офигеть, толпа! Интересно, о чем они там говорят? Офигеть, толпа! Офигеть, толпа! Я видел, как мой дед ушел! Я видел, все! Все, замечательно! Получается, теперь у меня будет два деда! Только надо вернуться обратно! Так, аккуратно спускаемся, спускаемся! И по-тихому, пока они там чилят, заходим в поезд! Насколько я знаю, там управление простое! Еще он только вперед может ехать, даже назад не может ехать! И по-тихому уезжаем! Насколько я понял, надо просто разогнаться! И все, считайте, что мы дома! Так, аккуратно, давай! Катя, ловлю! И... Опа! Блин, нифига, ты тяжелая! Все, Макс, быстрее! Так, забираемся где-нибудь! Ребята, надо забраться! Быстрее, быстрее, быстрее! Аккуратно! Не палитесь! Тихо, тихо, тихо! Тихо! И открываем! Опа! Залез! Все, давайте за мной! Давайте за мной! Катя, через форточку лезь! Она открыта! Все, залезла? Молодец! Так, мы тут, получается, с Владом одни помещаемся? Да ничего сложного! Так, рычаг тут только один! И... Запускаем! О! Поехали! Смотри, дурочки! Опоздали! Отлично! Офигенно! Так, а как тут свет включается? Опа! Ну, фига! Гляди! Я могу управлять поездом! Ух ты! Обалдеть, да? Вот это скорость! Интересно! А когда нас телепортнет? Так! Ты что-нибудь чувствуешь? Я что-то пока нет! Ага! Ой-ой-ой! Начинаю трясти! Начинаю трясти! Товарищи пассажиры! Поезд прибывает на конечную станцию! Красная горка! О! Что? Что? Так, это точно не СССР? Или СССР? Поезд новый! Что-то как-то странно! Бабушка! Ура, ребята! У нас получилось! Мы вернулись! У-ху! Отлично! Все, пойдемте, пойдемте, пойдемте! Так, выходим! И стоп! Вы слышали? Сказали, что это Красная Горка! Только что-то я эту станцию не узнаю совсем! Такая новая! А с кем это бабушка? О! Это же... Это же мой двоюродный дед! Живой! Ура! Круто! Так, а... А вон настоящий дед! Только что это за бабушка? Я что-то ее не узнаю! Иду, иду, дедушка, иду! Офигеть! Я уже думал... Дедушка, я тебе столько... Что? Что это за пацан? Не понял... Дедушка! Дедушка, ты что? Это кто? Дед! Дед! Дедушка! Кто это? Что, мальчик? Ты... Ты мне говоришь, мальчик? Дед, это я! Ты меня что, не узнаешь, что ли? Ээээ... Что... Что за бред? Твоюродный дед с моей бабушкой? Мой дед с какой-то непонятной бабкой? Какой-то Никитка левый? Дед меня... Что? Что? Блин! Ребята, я все испортил! Черт, черт, что ты меня бьешь? Так, это тот самый поезд, новенький. Тем лучше. Все. Пока, ребята. Куда? Возвращать все. На свои места. Осторожно. Двери закрываются. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok